Золотая маска Ульяновский уже во второй раз И хотелось бы спросить, если фестиваль Приезжает уже во второй раз То значит в первый раз ульяновская публика Приняла его на ура, правильно? Ну мне кажется да, наверное лучше это посмотреть По вашей прессе и по реакции зрителей Насколько мы знаем И видели это Что это были переполненные залы Что это было прекрасное впечатление Поэтому если спектакли Проходят при вот такой реакции зрительного зала Значит все-таки мы попали в точку Тогда расскажите, как проходил отбор Спектаклей в этом году и какие Собственно говоря постановки будут представлены ульяновской публике Ну мы как правило Обговариваем какие-то Скажем театры, которые хочет видеть Регион В частности еще в прошлом году Была большая просьба привести в театр Нация с рассказами Шукшина Малый драматический театр, театр Европы Художник Лев Додин Неоднократный лауреат Маски Выдающийся художник Спектакль по пьесе Чехова Три сестры И уникальный по актерским работам По той атмосфере Которая, как всегда, очень серьезно погружается Лев Додин при работе на спектакле Вот такой, что ли, атмосфере Когда люди слышат и не слышат друг друга Когда каждый человек жаждет любви И не получает ее Одиночестве человека Желанию жить по-другому Но как? Человек не знает, как по-другому Вот мне кажется Вот все эти ноты В спектакле Очень яркие, очень пронзительные Рассказы Шукшина Но здесь даже рассказывать, собственно говоря, очень сложно Потому что спектакль сам по себе абсолютно шукшинский Уникальный по актерским работам Очень веселый И в то же время Такой драматический спектакль О судьбах русской деревни О какой-то таких глубинных русских характерах О корнях России, наверное, так, да О русском народе замечательно В народе, который может парировать Может шутить Может радоваться Может печалиться Может ерничать Может быть абсолютно бесшабашным Такой человек Вот как сам Василий Маккарт Шукшин Кармен Спектакль кукольный Но спектакль для взрослого зрителя По Просперу Мариме И мне кажется, это стоит посмотреть Обязательно, естественно, взрослым Потому что все-таки кукольный театр Исторически Это самый, наверное, старый театр Самый древнейший театр Это еще со времена Там, скажем Если говорить в России Это Петрушка Все эти вертепы Все представления Но уже если говорить о спектаклях Там, скажем Театре Древней Греции Это всегда была маска Это все равно кукол И заканчиваем мы проект Спектаклем с любимой Не расставайтесь Генриетта Яновской Московского тюза Уже ставшего классиком Драматурга Володина Пронзительная история любви О том, как Люди, живущие друг с другом Порой не слышат друг друга Теряют друг друга Потом не могут обрести Не могут найти Иногда теряют безвозвратно Иногда кто-то все-таки возвращается Но это вот спектакль о любви И о муках этой любви Скажите, сложно ли привести Таких актеров, как Евгений Миронов Чулпан Хаматова В маленькие города? Нет, вы знаете Дело все в том, что как раз Актеры, о которых мы говорим Евгений Миронов, Чулпан Хаматова Прекрасно понимают, что Спектакль востребован зрителям И что очень важно Побывать в провинции Показать спектакль И поделиться этим талантом А Шукшинским И своим собственным Они это понимают Если говорить о разнице Между столичной и провинциальной публикой Есть ли действительно Различия в предпочтениях театральных И каким спектаклям Еще провинциальная публика не готова? Ну, безусловно Какие-то спектакли Скажем, мы осторожно к ним относимся Ну, скажем, на более радикальные Более, скажем, какие-то В каких-то своих формах Более резкие И мы бы, скажем Ну, осторожно к ним отнеслись Привозя их в провинцию Потому что, ну, есть, скажем Такие города очень театральные Где очень много и международных спектаклей Приезжает международного класса И фестивали проводятся Такие, как Омск, Новосибирск, Екатеринбург Там более подготовленный зритель Все-таки, потому что театр — это все равно искусство Понимать определенный язык И такой язык, такое понимание нужно наработать Просто вот, ну, вот не сразу Скажем, показывать такие спектакли Если говорить непосредственно о самой премии «Золотая маска» Меняется ли соотношение столичных И региональных театров среди лауреатов И с чем это может быть связано? Ну, бывает по-разному Бывает о том, что, бывает, скажем Картина, когда порядка, там, 30% Это составляют московские спектакли И в афише Бывает, что это 50 и 50% И все зависит от того, какой театральный сезон был В предыдущем В заключении, да, хотела бы спросить Ваше мнение, да, о развитии Ульяновского театра В этом году Кларина Шаськова у нас получила Премия «Золотая маска» Для нас это действительно значимое событие Да, и не только для театра В целом, да, для жителей Ульяновской области И, соответственно, да, хотела бы спросить Есть ли, скажем так, шансы у ульяновских театров Попасть дальше, да, и получить дальнейшую премию Попасть в афиши, на фестивале Для этого нужно просто подавать заявки Ставить спектакли И эксперты будут отсматривать И мы будем счастливы, если будет отобран Спектакль ульяновских театров С вами была передвижная студия Международного культурного форума У нас в гостях была генеральный директор Национальной премии «Золотая маска» Мария Ревякина До свидания, до скорых встреч Субтитры подогнал «Симон» Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры подогнал «Симон»